Итак, всем привет, с вами Довгай. Продолжаем играть в Виктория 3 за Испанию. Сказать, на компанию у нас непростая золотая. Продолжаем мы искать золото, его захватывать и добывать. И у нас на очереди, я так подозреваю, сейчас будет дальше Южная Америка. Не думаю, что мы пока готовы тягаться с какой-нибудь Россией, либо Британией, прям в открытом конфликте. Поэтому будем мы красить Южную Америку, потом, наверное, в Мексику пойдем. Ну, не знаю, что. Следующий ли бывает и посмотрим. И параллельно подстраивать то, что нам нужно, потому что какие-то необходимости у нас появляются. Но в целом у нас экономика очень-очень оживилась. Я прям, когда посмотрел, что у нас на самом деле много ВВП, прям даже удивился. Я не так-то сильно сюда вот вкладывался, но, видимо, все сложилось отлично. И давайте-ка подстроим буквально немножко строительных секторов. Даже можем на самом деле вот так. У нас ЖД уже есть, все есть. Развиваемся мы уже хорошими темпами. Сейчас Нитроглицерин возьмем в себя. Мы также очень неплохо с реформами поработали. Но нужно, конечно, уже продолжать. Нам протекционизм пригодился бы. И абсолютно точно нам нужна свободная конкуренция. Но, но, к сожалению, промышленников очень сложно поднять. И, наверное, Е стоит даже сделать вот так. Так, я думаю, что вы потихоньку они туда переходили. В том случае, поехали, да? Давайте, да, с протекционизмом начнем. Кто же за это не взорвется? Вроде как нет. Поехали. И начнем, мы, пожалуй, с Перу Боливии. Придвращение в марионетку, поехали. Я думаю, здесь еще много территорий, так что не будем захватывать пасты там, а превратим, а потом съедим сразу всю марионетку. Этот парень, кто-то у нас селянин. Блин, вот это не очень приятно. Ну, давайте. Готовишься ты очень важным генералом и готовишься наступать в Перу Боливии. У нас заканчиваются конвои, так что давайте в первую очередь сейчас займемся постройкой именно портов. В принципе, это стоило сделать уже давно. Ну, как давно? Это стоит сделать. У нас просто пока до этого момента не было особо. Ну, вот так и пойдет. Безумная война намечается. Россия вступилась за Перу Боливию. Господи, почему у нее вообще там интерес? Что это за бред? Ну, допустим. Никто больше не вступился, так что, ну, мы просто сейчас будем пробиваться. В надежде еще, кстати говоря, у нас еще Италия зашла. В надежде, что Россия сюда не пришлет много войск, но не должна. А если ей пришлет, то мы, в принципе, не такие уж, что и слабые. Все говоря, стоило вот это сделать пораньше, но давайте сделаем это хотя бы сейчас. Нам даст минус в начале войны, но потом станет получше. Поехали. И вот конфликт начался. То есть, если сюда ехали, видимо, передумали ехать. Главное, чтобы они нас больше нигде не высаживались, но вроде не высаживаются. Куча неинтересных ивентов. Таксанизм не хочет приниматься. Это неприятно. Ну, что поделать. Если говоря, наступают в первую очередь итальянские войска, да? А, так наши войска вообще телепортировались оттуда. У меня генерал просто умер, я понял. Ну, итальянцы справятся, короче. Отлично. У нас бюрократия поставила на новый уровень домиков. Мы сейчас подкачиваем себе дополнительные институты. А еще, пожалуй, стоит построить уже универы. У нас уже есть деньги. Ответственно, давайте займемся именно ими. И, пожалуй, там, в самом большом городе нам нужно где-то сколько? Двадцаточка. Ну, чуть-чуть больше 20. Давайте 22. Это колониальное управление у нас выросло, и теперь мы колонизируем побольше. Это приятно. А здесь мы все еще будем? Да, нет прогресса вообще. Здесь очень медленно. Самое главное, Южную Америку. Побыстрее это колонизировать, потому что эти территории все будут нашими. Смотрите, как промышленники это выросли, а? Это реально только из-за нашей поддержки? Непонятно. Но я доволен ими. Я прям ими доволен. Это хорошо. Смотрите, они прогрессивную партию хотят. Селяны можно выкинуть. Нет, селяны нельзя выкинуть, потому что они нам должны продвинуть этот протекционизм. Ну, просто делаем вот так, и все. И нет проблем. Хотя нет, небольшие проблемы есть, но мы не можем выкинуть их, мы не можем выкинуть умеренных, мы не можем выкинуть селян. Ну да, забавная ситуация. Возможно, стоит сменить нашу, собственно говоря, форму правления с монархией на какую-нибудь парламентскую республику. Либо вообще президентскую республику, да, что-то из этого. И, в принципе, я думаю, будет неплохо. Теория должна поднять легитимность. Здесь итальянцы пробиваются, здесь российские, русские войска прибыли. Но все равно они пробиваются. Я сюда даже, видите, войска не тяну. Мог, получается, их даже не мобилизировать. И еще один вывал от нашей горнодобывающей промышленности. Прекрасно. Наши ВП, я думаю, да, подрастет сейчас неплохо. Тут тоже можно поставить новые техи. И я строил кучу химии. Химия, видите, невыгодна все еще. Нам нужна куча взрывчатки. Но это все перекрывается вот этим вот бесполезными этими удобрениями. И это реально проблема. Потому что удобрения и так стоят на первом уровне. И нам столько их просто, ну, не нужно. Возможно, стоит подстроить побольше, как раз таки, на потребление удобрения что-нибудь. Сделаем вот так. И будем продавать тому, кто купит. Ладно, здесь супермало кто купит. Так вот делаем хотя бы чуть-чуть, надо удобрения делать дороже. И опять же, да. Наверное, стоит построить пшеничных полей. Ой, Перу-Поливе нам предлагает мир на марионетку. Ну да, мы согласимся. Прекрасно. Да, это золото сейчас не у нас, к сожалению. Ну, во-первых, мы от пактов уже будем получать, да? Деньги дополнительные. Ха, чтобы мы пригласили сюда этих марионеткой. Обязательно сразу же я это сделаю. И ребята идеально все придумали. Так вот. Но потом мы их сможем аннексировать. И стоит заняться тем же самым, я думаю, с другими странами. И, кстати говоря, нам рынок тоже немножко поменяют. В любом случае, давайте посмотрим на удобрения. Они повысили спрос? Да, но очень минимально. И зерна, кстати говоря, они производят слишком для нас много. Либо давайте вон в морокко продадим. Блин, ну, проблема в том, что... Ну, только можем увеличить производство зерна, а у нас его и так слишком много. Все не можем удобрения потратить, к сожалению. Ну, что ж, я думаю, нам стоит не останавливаться, а продолжать. Только, да? Потому что, сега, наша маринка теперь будет в атаке тоже. Они должны нам помогать, в теории. Так, протоксинизм мы уже не примем. Ладно. Не проведу, но что поделать. Можно теперь попробовать в сега свободную конкуренцию принять. Шансы уже неплохие. И да, вот это вот мы тоже выкинуть пока не можем. Ну, да, надо будет монархии, возможно, поменять. Станет лучше. Британия просто бесконечно против нас все поддерживает. Ну, ладно. Что нам поделать? Понимаем, выбери. О, кстати говоря, опытный командир артиллерии. Это хорошо. Он еще может туда качнуть, по-моему. Но сильно много не надо туда мобилизовать. Вот так вот. И я думаю, мы пропушим очень быстро. Британия не успеет ничего нам сделать. И мы, кстати говоря, пробиваемся. Их просто очень меньше. Поэтому нормально, успешно можем сломать их оборону. Если что, они даже наоборот нас пробивают. Но самое главное, что на нас не усаживаются. Хотя у нас варскор очень падает. Да, потому что они контролируют свои военные цели. Ну да, война только началась. Почему? Вот это меня бесит в этих марионетках. Во всех этих козболей. Аннексия, марионетка. Вся вот эта чушь. А, нас еще... Да. Нас еще, так понимаю, конвои топят. Нам об этом нигде не говорят. Смотрите, что мы во-первых можем сами налет на конвои устроить. Во-вторых, нам бы как-то защитить нашу армию. Сто процентов, да? Давай домой, допустим. И да, будем налет устраивать. Давай домой, а теперь обратно. А, нет, ты пока едешь туда. Он в пути уже мораль теряет. Кайф. И механика, конечно, работает превосходно эти все. Ну вот сейчас драгинимся и попробуем пробиться опять. Ну ладно, нормально. У нас вот эти вот 7000 просто спокойно заходят сюда, потому что Ишка этого не замечает. Он смотрит в другие места куда-то. Я не знаю куда. И мы просто сейчас здесь вот пропушим всю территорию. Моментально. Ну это гениальная военная система, я считаю. Тут войска только мои начали атаковать. Но вот здесь вот просто мы все закрасили. И потому что Ишка никак на это не отвечает. Я считаю, абсолютно балансная система. Идеальная рассчитанная военная система. Говорится, наши ожидания, это наши проблемы. А почему я не победил в этой войне? Что? Господи, я откатился назад. Мало того, что я не победил в этой войне, так они уже на мне прислали мирное предложение. Но мне все очень интересно, почему игра посчитала, что я проиграл, потому что марионеткой они не стали. У них вообще мирное предложение месяц назад было, которое я вот здесь вот не заметил. Ну, прикольно. Мы, конечно, принимаем его. Но как работает здесь уведомление, как работают здесь эти войны и миры, это просто что-то с чем-то. Неужели зерно в минусе, ребята, зерно в минусе? Это значит что? Правильно, то что мы можем его построить и наше удобрение туда сбагрить. Срочно застраиваем поля. Срочно просто застраиваем поля. Начинаем нормальную химическую промышленность делать. Что-то, так сказать, говорят, 4 революции, а только что не случилось. Я отменил принятие закона. У меня еще из партии они вышли. Окей, полное разделение они не хотят. С системой тоже не получилось. Мы можем пойти дальше. Вот здесь вот, в теории. Насколько это опасно. Давайте попробуем парламентскую республику поставить себе. А вы этого не бомбанете, товарищи? Бомбанутся. Я понял. Вот этого всего тоже. Сложная ситуация на Испании. Здесь вот эти вот парни очень уверенно себя чувствуют. И здесь на старте, видите, католики имеют очень сильный прирост к власти. Поэтому они такие вот большие. И с ними ничего не поделать пока что. Ну да. Наш ВВП потихоньку растет. Но, кстати говоря, в ВВП-ишек что-то вообще очень грустный. По моим ощущениям. Должен быть он намного больше. Ладно. В любом случае, планирую все, что можем. Наверное, продолжим просто дальше маринетки делать. Господи, а почему у всех интерес в Южной Америке? Это же ненормально. Ну давайте попробуем дальше Эквадор или... Просто у всех интерес здесь. Давайте, Эквадор, поехали. Эквадор просто отступается. Отлично. Мы просто сейчас всю Южную Америку реколонизируем. Без особого сопротивления. Что с боеприпасами? У нас нету боеприпасов, да. Мы еще не исследовали их. Ну подождите, но у нас еще и армии вот это нету, да. Это у нас какие-то здесь марионетки имеют нормальную армию. И поэтому хотят все ресурсы. Так, и про весь интерес, да, конечно. Мы хотим интерес во всей Америке. Потом там еще поставим. Пока что только вот так, наверное. Ну да. Будем продолжать сейчас. Ну да, и собственно говоря, идем. Теперь у нас Варагвай, потом будет Уругвай. Потом может наконец-то новая Гранада. Красим мы достаточно быстро всю Южную Америку. Варагвай отступается. А почему он все еще не наша марионетка тогда? А, все, я понял. Баги с цветами. Окей. Уже выглянем неплохо. Можем продолжать. У нас рынок растет тем временем. Но это все нам надо будет интегрировать. Они на самом деле минуса стоят не там, где нужно. И вот теперь плюсы в зерне создали неприятные. Давайте его куда-нибудь экспортировать. В скобочках непонятно куда. У всех есть зерно. А это там слишком маленькие рынки. Давайте вообще пока что у нас бюрократии куча. У нас есть куча конвоев. Давайте сейчас настроим торговлю себе. Россия поддерживает Уругвай. Ну, конечно. Кто же еще мог против меня вступиться? Но еще Британия могла вступиться. Главное, кстати говоря, что Франция не вступалась никуда. Вот это будет тогда фиаско. Кроме Фаск, Франции, в принципе, мне все ок. Если туда успели дойти русские войска, они, кстати, вироперами атакуют. Это очень важно. Теперь мы на контратаке должны их передавить резко. И, кстати говоря, не забыть бюрократ повысить для нашей армии. И флоту сразу же на перехват конвоев сюда. Здесь я хочу дальше промышленные тихи. Так, мировой рынок. Да, давайте. Потому что я хочу, чтобы у этих парней было больше влияния. И мы, кстати говоря, движемся хорошо. Уже 42%. Можно мы наконец-таки конкуренцию примем. И мы наконец-таки пробиваемся сквозь российскую оборону здесь. Плюс, я думаю, наши конвои сейчас... Да, наши, точнее, корабли начнут на конвои работать сейчас. Это вот уже должно душить российскую армию намного сильнее, чем наша армия. Просто. Но территорию мы захватываем просто. Жесть какая-то. Мы по одной провке реально захватываем. То есть вот одна битва. Одна провка сейчас будет, верно? Ну да, это что за жесть такая? Почему нельзя нормально захватывать территорию? Ладно, Россия хотя бы вышла из этой войны. Но это какая-то жесть была. Сейчас осталось там... Там всего две. Можно мне не пробку одну хотя бы? Ну, несколько. Нет, нельзя. Ладно, ладно. И вот они нам уже мир присылают. Да, принимаем, конечно. Отлично. Уже намного приятнее все. Скоро, кстати говоря, мы уже сможем Перу-Боливию аннексировать. И начнем колонтировать тогда вот здесь вот. А пока идем дальше. Новая граната, поехали. И здесь сложная битва на самом деле образовывается. Но вроде мы побеждаем. А вот здесь вот мы... Если говоря, атакуем и побеждаем. Но там не наша армия, там какие-то наши маринетки переборили. А хорошо. И... А, это Италия пыталась в атаку, я понял. И мы здесь вот, кстати говоря, конвои рейдер. Там еще Венесуэла вступилась. Блин, ну, кстати, я не заметил. Я сразу болею на них еще накинул тогда тоже. Но в защите мы нормально держимся. В принципе. Еще вопрос, насколько наши конвои работают. О, свободная конференция. Слава богу, как я устал без него играть. Давайте протекционизм. И мы прям... Прям все отлично чувствуем. Еще бы медицину поставить потом. Но это уже как пойдет. И нужно образование тоже, как я считаю, будет. Значит, нужно построить больше бюрократии. Давайте-ка я займусь. Кстати говоря, что у нас по лимиту... Мы, кстати говоря, не в лимите. Надо подняться будет в лимит. Давайте сделаем вот так. Давайте сделаем вот так. Нормально. Я решил немножко изменить свою тактику. Пускай они здесь захватывают территорию. А мы будем пушить на востоке. Хотя не так хорошо получается, как я на это рассчитывал. И, блин, я опять прокачал теху. Слишком рано. Когда у меня вторые техи не докачаны. Но что поделать? Уже. Уже вкладываемся дальше. Но надо на 10 тысячах останавливаться. И я нанес удар в туза, так сказать. Неожиданный. И мы начинаем захватывать Колумбию с другой стороны. Давайте сразу сюда перекинем генерала. И более того... Того парня перекинем сюда. Постараемся. Наши соединяки тоже сюда закидывают. Британцы. Что с морским превосходством, товарищи? Что-то я его у вас не вижу. А, наверное, потому что его и нету. Объективно говоря, яишки просто... Вообще яишки. Здесь, в принципе, очень сложно понять, как предотвратить высадку. Нужно на кучу разных регионов поставить. Типа, смотрите. Типа, ты ставишь сюда, тебя сажаются сюда, сюда. Короче говоря, очень... Видите, вот это один стоит. Вот этот соседний ты уже, походу, не перехватываешь. Очень-очень сомнительно выглядит вся эта система. Но что поделать. Так, здесь, это отсюда, телепортируйся сюда. Если нет, то я буду очень расстроен. Давайте узнаем. Да, отлично. Ну и все, мы победили эту войну. Немножко пожертвов Эквадором и Перу-Боливии. Но это такие... Так, просто еще черт, я бы это назвал. Так, и новая грана присоединилась к нашему рынку тоже. Прекрасно. Протхознение мы не примем. Ну, что поделать. Главное, чтобы мы приняли свободную торговлю, на самом деле. И хотелось бы мне вот это тоже поменять. Дело в том, что вот это вот дает плюс два левела теоретических. И можно его повысить будет. Сейчас у нас не так много населения поднимается, да? У нас ВВП прирастает потихоньку. Но очень потихоньку, потому что у нас... Ну, у крестьян уже осталось 500 тысяч всего лишь. И мы реально в один момент сейчас застроимся до конца. Но у нас еще есть куча населения в Южной Америке, которую мы можем аннексировать, верно? И в теории у нас поднимется уровень жизни, и к нам должны начать мигрировать люди. В теории. Сейчас посмотрите. Ну так, нам все еще миграция идет. Но нам нужно будет перед этим поставить себе мультикультурализм. И вот тогда мы примерно сможем попробовать зажить. Но намного еще нужно. Нам еще нужно вот это сделать. Кстати говоря, католики девичья сумею. Давайте попробуем. В теории нас... Мы это даже можем пережить в теории. Да, но здесь мы ничего не поднимем больше. Сейчас посмотрим. Мы, кстати говоря, нашли еще золото в рейстате. Отлично. И что ж, пора аннексировать. Грубали, я думаю. Да, поехали. Как обычно, Британия поддержала любых противников мы играем. Россия может поддержать. Я надеюсь, нет. Россия плюс Британия. Вот это уже выглядит слишком много. У тебя здесь осталось мало времени. Она уже не успеет войска сюда перебросить. Британия вот сюда перебрасывает войска. Кстати говоря, здесь мы начнем пушить их просто сейчас. Ну да, нам мы с трех сторон... А еще и с этой, наверное, тоже. Будем сейчас их нереально пушить. Отлично. Просто там вообще нет войск. Чтобы вы понимали. И мы просто их закрашиваем. Очень-очень быстро. Очаровательно. Вот это реально, что можно сказать про... Так, ну там минус 10, да там... Негарантированно минус 10. Отличитель в кандалах. Отлично. Очаровательная вот эта вот система боевки. Просто находишь, где нет войск, и там запушиваешь, пока... Пока не захватишься. Образование выросло до трех. Отлично. Но в целом мы почти победили. Уже пошел в Варскор капать хорошенько так. Так что нормально. Ворская битва в центре Перу-Боливия. Как обычно. Мои любимые. И мы здесь красим потихоньку... Одной провинции. Но красим. Что там войск нету. Кайф. А здесь просто потихоньку красим. О, помните вот этих вот землевладельцев, которые владели 35%? И теперь у них всего 5,8%. Это выглядит уже грустновато. И пока они такие слабые, надо попробовать запретить рабство. Они все еще могут забунтоваться, на самом деле. Но они уже не имеют такой силы, чтобы революцию начать вроде как. И просто они могут еще меньше упасть, если их поддушить. О, анаксия есть. И тогда точно не смогут забунтоваться. Так, ну, ребята, вы... А, ну все, Белый мир. Поехали. Отлично, вот и присоединяем в Перу-Боливию. И застраиваем здесь, конечно же, сразу золото. Сколько мы получаем от золота? Давайте посмотрим. Так, можно, пожалуйста, непошлины. 34 от ВВП, да, мы получаем. То есть 70 тысяч мы получаем от золота. Приятно. Ну, я правильно же понимаю, да? 34 сюда, 103 здесь. 70, получаем 1000 от золота. Ну, да. Отлично. И это еще не конец. Золото мы будем еще захватывать и захватывать. Давайте-ка откроем. Вот оно, золото. Мы еще здесь присоединим, да? Бразилию захватим. И потом пойдем потихоньку на север. В Мексике. Ох, сколько здесь золота приятного. Сколько здесь золота приятного. И нужно будет в один момент, я думаю, воевать с Британией. Кучу у нее территорию отжимать. Вот здесь острова какие-нибудь. Акапскую колонию. Австралию точно нужно будет. В общем, нам еще предстоит много работы. Но я думаю, наш золотой век только начинается. Так что, ребят, с вами был Дабгай. Обязательно подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Оставляйте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok